Посмотрим что происходит у нас сегодня на звездном небе. Ситуация такая я вам скажу непростая. Луна сейчас находится в знаке Рак, а это достаточно сильное положение Луны. Поэтому предлагаю сегодня начать со знака Рак. Рак. Луна конечно в вашем знаке это хорошо, но она создает парочку напряженных аспектов, в связи с чем, ну попробуйте быть более внимательным к своему настроению. Оно у вас может быть несколько разбалансировано. Что касается продолжения, там понедельник, вторник, свина, Луна будет двигаться по знаку Дева. Мало того в Деве уже четыре планеты и это достаточно хорошая для вас позиция. В общем неделя должна у вас пройти замечательно. Лев. В Альве все немножко сложно. Во-первых оттуда последовательно уже вышли и Марс, и Меркурий, но в вашем знаке все еще находится Венера. И в очень хорошем аспекте и к Урану, и к Юпитеру. Поэтому если на ближайшую неделю у вас есть какие-то планы связанные с финансами, замечательно. Любые договора, контракты сейчас у вас получится на самом высшем уровне. Дева. Девам сейчас немножко хлопотно. Во-первых у вас там три планеты и вот-вот туда еще и Луна войдет. То есть напряжение вокруг вас будет такое, я бы сказал, не детское. Но это прекрасно, это хорошо, это много энергии. Это вот как в вашем машине вместо там 60 километров вы сможете ехать 200 километров в час. То есть эта неделя дает возможность решить весы. Ну вот прямо сегодня Луна создает весам сегодня и немножко завтра. Это будет такое не очень хорошее эмоциональный фон. Мало того, сегодня-завтра рекомендовал бы ли сам быть внимательным к продуктам питания. Потом Луна передвинется дальше и все у вас будет хорошо, можете ни о чем особо не переживать. Скорпионы. Сегодня, пока Луна движется по знаку Рак, самое время заняться вопросами личными. Сегодня у вас может получиться все, что вы хотите. Завтра-послезавтра Луна будет в знаке Лев и немножко с вашим настроением будет что-то не то, не все будет складываться так, как вы хотите. Но это буквально пару дней, потом снова все стабилизируется. Да и Венера. Венера по-прежнему в напряженном к вам аспекте, поэтому будьте аккуратны с деньгами. Знак Стрелец. Сегодня так себе, но вот завтра Луна переходит в Лев и ближайшие два-три дня у Стрельцов будет что-то очень позитивное. Какие-то личные интересные сюжетики будут происходить. Мало того, именно сегодня Венера, которая во Льве дает очень хороший аспект Сатурну, который Стрельце. То есть сегодня кто-то может вам отдать долг, кто-то, ну как откуда-то придут деньги, причем что-то, что было потеряно в прошлом. Или, например, вы найдете у себя в огороде вклад. Ну, почему нет? Идем дальше. Козерог. Сегодня козерогам не позавидуешь, потому что Луна дает оппозицию к вашему знаку и эмоциональный фон может так немножко плавать. Ничего страшного, буквально пару дней подождите, Луна перейдет в Лев, а далее в Деву. И четыре планеты будут в хорошем для вас положении. То есть я бы сказал, что сегодня потерпите, но в дальнейшем вся неделя пройдет, ну, на каком-то очень хорошем такой... очень хорошие сюжеты будут происходить в вашей жизни. Воспользуйтесь этим. Не часто четыре планеты дают хорошие аспекты к знаку. Водолеи. Сегодня Водолеи более-менее ровно так себе, относительно ровно, пока Венера в оппозиции ровно еще не будет, но это недельки-две вы потерпите. Завтра Луна перейдет в знак Лев и попробуйте завтра-послезавтра быть более, что ли, побольше уединения, сходите в храм, там, вспомните какие-то молитвы, мантры, суры, потому что будет немножко хлопотно. Но ничего страшного, это буквально два дня уже где-то со вторника ситуация изменится и будет все у вас симпатичным. Рыбы. Вот прямо сегодня Луна создает прекрасный аспект для знака Рыбы. То есть сегодня, так же, как и Скорпионом, воспользуйтесь вот этим положением Луны и решите какие-то свои личные вопросы. Завтра так себе, где-то с понедельника, когда уже Луна переберется в знак Дева, возможно, понедельник-вторник будет такой немножко напряженный период, но так ничего страшного не назначать на эти дни важных дел. И понедельник-вторник, и даже немножко среды, будьте внимательны и аккуратны с продуктами питания. Овен. Ну, у Овна все сегодня будет так немножко напряженно, потому что Луна создает и напряжение. Завтра Луна переходит в Лев, и ближайшие два дня Овны будут просто красавцами. Все на вас будут смотреть, все будут пытаться с вами познакомиться. В общем, веселенькие пару дней вас ожидают. Мало того, по-прежнему к вам хороша Венера, то есть какие-то финансовые вопросы будут решаться, поскольку она еще хороший аспект к Урану дает, то они будут решаться как-то креативного, как вы не ожидали. Неожиданная прибыль, так скажем. Телец. Ну, сегодня более-менее, но вот будьте аккуратны, суббота, воскресенье, понедельник, пока Луна будет идти по знаку Лев, ваш эмоциональный фон будет, немножко вас будет штормить. Тем не менее, потом Луна перейдет к Деву, и четыре планетки будут в хорошем для вас положении. То есть пару дней терпения, а потом все замечательно. Близнецы. Ну, четыре планеты в Деве, это такое серьезное испытание для знака Близнецы. Как-то, я не знаю, возьмите себя в руки, ничего страшного, вот-вот Солнце уйдет из напряженного вам положения, потом вслед за нее Меркурий. Но в ближайшую неделю попробуйте включить терпение. А что сделать, бывает и такое. В целом, если смотреть в целом, картинка достаточно симпатичная. Для всех знаков Зодиака, с учетом Сатурна и Лилит, иногда будут всякие соблазны, что вы с ними будете делать, это уже ваше личное дело. И при четырех оппозициях Нептуну, я бы рекомендовал всем знаком Зодиака на этой неделе воздержаться от алкоголя.